Друзья, я в Исландии! Добро пожаловать в страну льдов! Сегодня 15 мая, и, как видите, здесь снег, пронизывающий холодный ветер, Юра играет в снежки, это снег, о боже, май! Невероятно холодно, но у исландцев есть очень хорошая поговорка, если на улице плохая погода и холодно, просто подождите 5 минут и станет еще хуже, и это правда, здесь погода меняется 4, а то и больше раз в день. Это геотермальные электростанции, здесь очень маленькие, но невероятно мощные, дают очень много энергии. Вот видите, вдалеке этот остров, он возник только для того, что 2000 лет назад там было извержение моря. Вот такая земля, здесь мох и камер в огромном количестве вы только посмотрите, что за моей спиной! Водопад! Боже, я еще таких водопадов не видела! С таким грохотом вода падает вниз, до него еще идти 200 метров, это уже здесь слышно, сейчас послушайте и вы! Посмотрите, какая красота! Ну, вот здесь можно полюбоваться красотой этого водопада в полной мере. Там идет радуга! Где? Радугу видишь? Точно! Я не знаю, останется ли на... Радугу видно! Боже, как красиво! Посмотрите, я вижу радугу! Где она начинается! И как она идет! Боже! Она так близко, что я могу дотронуться до нее рукой! Боже, мы такие отважные! Мы... Мы бежим! Водите опять раду! Да! О, боже! Главное! Здесь так мокро! В общем, я вся мокрая! Мой GoPro тоже мокрый, а он вообще-то из чехольчика! О, боже, какая красота! Я невероятно счастлива, что смогла увидеть такое зрелище! Вот именно эта гора в 2010 году, вот именно там и было извержение вулкана, которое остановило все самолеты Европы! Вот теперь мы видим его своим глазом! Мы только что выжили из музея, который был создан буквально пару лет назад вот этой вот семьей. Вот видите, здесь ферма, и вот семья, которая здесь жила, они очень сильно пострадали от вулкана, который в 2007 году извергался. Их накрыло так сильно пеплом, что здесь было темно, как ночью! Их отсюда эвакуировали! И потом им пришлось очень долго здесь свое хозяйство восстанавливать! Да! Но, и так как сюда стало приходить очень много туристов, они создали очень большим человеком! Они создали, очень большим человеком, они создали! Это совсем маленькое такое приспособление! Здесь показывается фильм, снятый про их семью! Очень интересный 20-минутный фильм! А там, кстати, вот океан видит! И они здесь продают кусочки мараты вулканической, в этой части маленькие небольшие сувенирчики, на такой маленькой сувенирчике, в этой части их вулкана. Вот она пьяна даже! Так вот у меня теперь влаги же! Ой, посмотрите, посмотрите какая! Боже, какая прекрасная птичка ходит! Я увидела такую чудную птичку! Видно ее здесь на видео? Ааа, какая красивая! Я попробую подойти поближе, она, наверное, улетит! Она убегает от меня! Окей, птичка убегает от меня! Вряд ли не удастся заснять ее поближе! Красная птичка! Со всех сторон с поверхности Земли выходит пар! Вот так вот дымит из земли, жутко пахнет серой. Смотрите какая-то поверхность, горяченная, до нее не дотронуться, раскаленная глина и из различных щелей поверхности земли выходит пар. Вот этот мост и вот этот разрыв между двумями. Вот одна и вот вторая. Мы сейчас, по предположениям Юрия, находимся на европейской части. А там уже Северная Америка. Два метра в сто лет. Два метра в сто лет. Говорю, на всякий случай погромче, я боюсь, что ветер очень сильный. И плохой звук будет на видео. А, вот такой мостик. Так, мы арендовали машину и решили теперь попутешествовать немножко самостоятельно, дикарями на машине. Кстати, машина совершенно новая. Вот просто новее не бывает. Сколько она проехала, когда вы ее взяли? Восемь километров. Восемь километров было проехано на этой машине. Окей, все, садимся. Смотрите, куда мы приехали. Это кратер вулкана, который образовался здесь 6500 лет назад. Вот такой кратер. Длина этого кратера около 270 метров и ширина 170. Его глубина составляет 55 метров. Вот, вот так выглядит этот кратер на большой картинке. И вот его название. Вот это та часть, которую мы увидели. И вот он настолько глубокий на самом деле. Теперь мы направляемся к гейзерам, да, Юра? Гейзер, а нуля. Все, мы направляемся к гейзерам. Еееее, я увижу гейзеры! Так, мы приехали. Мы приехали за гейзерами. Тут сейчас покажу окрестность. Здесь все кипит, шипит, дымится. Вот это джакузи уже. Посмотрите. Вот это уже джакузи. Вот. Ручей тепленький. Проверили. Проверили, да. Проверили, да. Хочется, это еще нельзя. Да. За нашей спиной гейзер. Он булькает. Возьмешь. Запомнишь? Вот это. О, ну вот, ну уже что-то. Ееееееееееееее. Ееееееееееееееее. Суднеее. Вот это было здорово. Вот это было нам понравилось. Вот это шоу! Природное! Оххх, красиво! Вижу. Очень рада. Всё, мы увидели. Увидели пейзер. У меня, конечно, руки мы закоченели, они ледяные носом, пока я сожжала с камерой, пока вода вылетит, чтобы заснять этот процесс на видео. И вообще, честно говоря, я уже здесь, в Исландии, пребываю, несколько дней устала мерзнуть. Я всё время здесь мерзну. Мне всё время холодно. У меня не бывает состояния, когда мне не холодно. Ну, вчера я купался в бассейне, который был уличный бассейн. Да, на улице было 5 градусов, и Юра вчера купался в бассейне под открытым небом. Да. У них в бассейна нет стен. Нет стен. Нет, на какой стене? На улице. Просто на улице, ванны. Да. Или бассейн. Заходишь и купаешься. Раздеваешься, уходишь на улицу, всё, пока доходишь до бассейна, ты уже окочанел. Да, конечно. Мы направляемся к водопаду Гулфас. Друзья, вот я показывала вам водопад несколько минут назад в начале видео. Поверьте, это был не водопад. И вот сейчас у нас водопад. Это просто невероятно. можно увидеть радугу снова. И мы сейчас спустимся вот по этой вот тропинке, по этой дорожке и подойдем вот туда, к краю водопада. Высота этого обрыва 20 метров. Вот мы стояли сначала там на смотровой площадке и смотрели на этот водопад сверху. Теперь мы спустились ниже. Так, мы карабкаемся куда-то здесь. Так, надеюсь, меня будет слышно из-за сильного ветра большие помехи в видео. И вот куда я пришла. Вот это да! пробираюсь, пробираюсь. Очень, очень широкая река. И вот она постепенно спускается ниже, идет сюда и затем сваливается в щель 20 метров высотой и идет вдоль ущелья дальше. Так, вот мы сейчас находимся здесь. Да. Дорога здесь через какое-то время заканчивается. Такая обыкновенная дорога заканчивается, да, простые машины не могут даже поехать. И вот мы видим издалека вот этот ледник. Ледник. В ланге Куи. Который не тает никогда. Вот мы его видим. Я вам покажу. Вот он. Вот он. Лев, дожди, где? Ну, это гора тоже. Ну, вот вообще вот там, лиз белый. Человек в том, что он сливается с облаками, его не поймешь. Вот он, вот горы и вот за ними вот ледяная гора. Вот, здесь правило. Дальше на этих машинках ехать нельзя. только такая. Кстати, у нас именно такая взята в аренду. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Если так, то жмите лайк. Юра, почему ты не показал? Лайк, жмите лайк. И до новых встреч и до следующей серии и до следующего влога. Пока!